Мои вітання усім глядачам та підписнакам канала «Сейчас». Я Олена Кырык і рада вітати на стриме «Разум земною» Геннадій Гудков, російський оппозиційний пуліток, полковник ФСБ у відставці. Геннадій Владимирович, рада вас видіти, рада приветствовать на нашій ютуб-платформе. Да, Лен, я також рад вас видіти, но я предупреждав, что я буду в дороге, в бегах, на перекладных, так что вот так вот. Ну, мы благодарим вас, что в любых, даже полевых условиях, находите время и возможность с нашими зрителями поделиться своими размышлениями. Зачастую мы с вами встречаемся по воскресеньям и анализируем неделю, которая вот проходящую, делаем какие-то прогнозы, а что же будет дальше. Много событий, на самом деле, на этой неделе произошло, которые заслуживают внимания, вот хотелось бы их рассмотреть. Ведь очевидно, что много внимания на этой неделе уделялось тем заявлениям, которые прозвучали на саммите БРИКС. Роспропаганда пыталась это всячески представить, как такой, знаете, дипломатический реванш, какую-то дипломатическую победу Путина. Но, тем не менее, многие аналитики сходились на мысли о том, что все-таки все, что происходило на БРИКС, было вокруг Си Цзиньпина. Многие, кто приезжал на БРИКС, они приезжали туда встретиться с Си Цзиньпином. Какие бы вы важные моменты этого саммита отметили, на что хотели бы обратить внимание, и действительно ли он был хоть как-то результативным для Кремля? Я думаю, что он был нерезультативным для Кремля. По сути дела, это было мероприятие ради мероприятия. Если кто приехал, то он приехал к братцу Си. Теперь хочу обратить внимание на ту символику, на которую еще никто не обратил внимания. Я просто, так сказать, вспоминаю учебник по истории, по русской истории средних веков. И память мне, если не изменяет, Казань, как бы ни была столицей на территории вот этой российской Руси, была столицей монгольского ханства. Которые завоевали всю Европу и дошли там аж, по-моему, до Венгрии в конечном итоге. Вот. То есть Казань-то была не просто так выбранная местом. Сиду, да, удобно приехать, напоминание величества монголов, великих монголов. А там китайцы-монголы, по-моему, одно и то же, так сказать, с точки зрения. Про исторических фактов. То есть, что хотел Путин показать, выбрав Казань, местом проведения вот этой вот встречи. Что приезжает в свою бывшую столицу, братец Си. Ему туда комфортно, удобно. Он туда и прискакал. Я так думаю, что там не просто так Казань была выбрана местом для встречи. По сути дела, вот напоминание о великом могуществе великой империи монголов, которая завоевала всю Русь. А теперь это повторяется с точки зрения того, что Великая Китайская империя завоевала, фактически, так сказать, без войны всю Русь. Сдали ей, так сказать, Китайской этой империи полное, так сказать, владение тайгу. Туда отправляют все ресурсы. Ну, а вот оттуда, как ни странно, везут не какие-то там украшения из золота, бриллианта, а везут оттуда бусики. Разные бусы. Там и прочее, прочее, прочее. Вот это еще интересный факт, который как бы не освещается прессой, а на самом деле он символический. Он подчеркивает зависимость полную России от Китая, как это было во времена монголов. Поэтому саммит явно не удался. Более того, там пошли уже конфликты. Как и ожидалось, Союз Ужа и Ежа, кроме колючей проволоки, ничего позитивного дать не может. И туда не приехал наследный принц Саудовской Аравии. А все-таки Саудовская Аравия – это ключевой производитель, продавец, по крайней мере, нефти и лидирующая страна ОПЕК. Он туда не поехал, потому что туда приперся Иран. А они, как говорится, на одной грядке сидеть не могут. И, в общем, по большому счёту, этот Союз, он состоит из стран, которых им огромный внутренний противоречий. Например, Китай и Индия. Чего там? Ну да, может, для них была встреча полезна, так сказать, ещё раз обменяться мнениями, что они не будут воевать в очередной раз. Не будут применять друг против друга ядерное оружие, которое мы располагали. Ну, в общем, короче говоря, никакой платёжной системы не создана. Люди заявили, что они не хотят, так сказать, противостоять Западу, что они вовсе не являются, так сказать, отрицателями долларов, доллара, евро, там, фунтов, иены и так далее и тому подобное. И, в общем, кроме пиара там ничего не было. Ну, пиар дорогой. Дорогой. Во всех смыслах этого слова. Пиар для Путина. Поэтому ничего там не выйдет до этого. Брикс – это уже совершенно ясный понятник. Один конфликт, который мы с вами неоднократно рассматривали в наших стримах, это Кадыров-Керимов. Продолжение на этой неделе эта история нашла. В каком ракурсе Кадыров встретился с главой администрации президента РФ, даже с ним фото запостил в своём телеграм-канале, назвав Вайна «дорогим другом». Исчерпан, как считаете, конфликт. Видимо, очень. Видимо, очень дорогой друг. И я не знаю, насколько дорогой, если, так сказать, мерить его в миллиардах. Но, видимо, действительно… Миллиарды поступили Кадырову после этого фото. Нет, я думаю, что Кадыров отдал эти миллиарды, чтобы он, наверное, понял, что заигрался. Вайна «дорогой друг», который участвовал в его заказе за 200 миллионов, да, как утверждает злые языки, подчёркиваю. А теперь «дорогой друг», да, который снял заказ Кадырова в связи с большой публичной оглаской. Ну что же, приятные новости из банды кремлёвской. Они, оказывается, способны скребе-скребе, как говорится, сердце друг друга назвать своих злейших врагов и вчерашних, назвать другом. Не, я думаю, что Кадыров просто сдался. Он понял, что зашёл слишком далеко. Он понял, но опять-таки Путин не может его сейчас простить. Он не должен, вернее, он может простить, но не должен. Потому что он посередовал на самое святое. На крутость Путина. Путин теперь выглядит слабаком. С войны он сказал. С другой «вайна». Война или «вайна». Я даже не знаю, как правильно произносить фамилию. Это не публичное лицо, которое там чего-то где-то как-то, какие-то решает задачи. Ну, секретарша Путина, грубо говоря. Вот. И поэтому я не думаю, что вот это извинение, ну, условное извинение, да, и фотографии, запущенные там Кадыровым, она, эта ситуация, скажем так, спасёт имидж Путина. Вот совершенно точно нет. Потому что Кадыров показал, что при определенных условиях он плевать хотел на Путина. И если Путин утрётся, ну, значит, он утрётся. Значит, это ещё будет один камешек, его огород. Причём это не камешек, а такой приличный, серьёзный булыжник. А насколько это был сильный удар по Путину? Вот в чём это проявилось? В каких процессах? Ну, то есть, Кадыров фактически объявил войну администрации президента Путина. Это как, понимаете? Вот это Кадыров не вызвал. Ну, и сдал назад, видите, фотосвайма. Кадыров объявил войну и сказал, что он убьёт, значит, сенатора и двух депутатов. Причём в соседнем, так сказать, на Кавказе субъекте федерации. Это не вызов. То есть, он вообще, на самом деле, сказал, что мне плевать на всю эту систему. Когда мне надо, я что хочу, то и сделаю. И это было настолько вызывающе. Ну, я не знаю, народ-то, конечно, утрётся. А утрётся ли Путин? Посмотрим. Ведь дело не в народе сейчас. А дело в тех кругах так называемой путинской бандитской элиты, которая живёт по этим же правилам. Если Акела ошибся, промахнулся на охоте, значит, он ослаб. Значит, вожак ослаб. То есть, кто-то может повторить то, что сделал Кадыров? И кто это может быть? Да это может повторить тот же Кадыров или кто-то ещё. Или теперь же может повторить тот же какой-нибудь условный Керимов. Да кто угодно. Кто угодно. Оказывается, после этого нужно потом запостить фотки с войной. И всё. Замечательно. И назвать его дорогим другом. На фоне портрета Путина. Ну да. На фоне портрета Путина. Геннадий Владимирович, то есть, получается, это ещё говорить о том, что погашен пожар, абсолютно сейчас наивно думать. Эта история ещё будет продолжаться. Конфликт остановлен. Но какие сделают выводы Путина лично для себя, мы пока не знаем. В любом случае, это затрагивает вот этот имидж Путина внутри России, как такого крутого матча, который является там паханом для всех. А уже и не является. А для Кадырова он не является. Кадыров это показал. А то, что он там потом к войну приехал, сколько количества миллиардов, так сказать, там, грубо говоря, выкупил это фото и право её постить. Но это уже другой вопрос. Когда-нибудь мы узнаем об этом. Геннадий Владимирович, а в этом контексте ли рассматривать историю с Алаудиновым, который решил дать интервью? Вот в этом интервью фактически наговорил на несколько статей Уголовного кодекса РФ, когда обвинил вооружённые силы России в военных преступлениях в Курской области. Даже сказал, что таких преступлений 187 было. Уже разгневался, он там ведь посылался на начальника МВД Курской области, когда рассказывал и приводил эту статистику. Уже, значит, разгневался начальник МВД Курской области, говорит, что Алаудинов лжёт. Ну и, соответственно... Чего же лжёт-то? Сказал бы, что он не был у меня, не встречались, не знаю, мол, первый раз его увидел на экране телевизора. Чего же лжёт-то? А как вот теперь? Вот один говорит, да, другой говорит, нет, а кто прав? Откуда лжёт-то? Дело там не с 187. Я думаю, что преступлений там сотни, если не тысячи. А дело в том, что теперь они все, как говорится, забегали. А кто же будет за это отвечать? Понятно, что не этот Аладдинов. Иладдинов, как его там. Вот понятно, что он по дуре это сказал. Но эффект-то какой. Вот поэтому, ну, что тут можно сказать? Пусть они там между собой кулузаются. Точно даже интересно. Кого из них быстрее, так сказать, отправят в утиль? Кого-то надо отправлять, конечно. Выбор небольшой. Либо главку Курского ГУД или какого-то, либо вот этого спикера от Чечни. Скажите, пожалуйста, продолжается история с Курской областью в теме отправки туда корейских военнослужащих. Много этой теме уделялось внимание на этой неделе. В западных СМИ, в украинских СМИ, какой будет контингент, сколько их будет, на какие участки фронта они могут быть переброшены. Вот сейчас об этом много пишут. Какие сейчас цели преследует Путин? Путин преследует цель только одну. Кого-нибудь втянуть в эту войну. Лукашенко ему не удалось втянуть. Значит, попробовать надо корейцев. Вот, собственно говоря, и все выводы, которые необходимо сделать. Он пытается... Дело там не в том, что там 3 тысячи они ничего не лишат, а 10 тысяч. Ну, понятно, на каком-то участке фронта еще что-то можно. Но в целом там понятно, что это не будет никаким решающим переломом на фоне там 500-тысячной армии. Который находится сейчас там на фронте. Я думаю, что это вот для того, чтобы, ну, как бы привязать поплотнее Корею. Северную, вот в этой оси зла. Чтобы показать, что не только там Китай может командовать ею, но и сам Путин. Ну, вот сейчас уже пишут, что российские, эти северокорейские военные в Москве. С ними там даже фотографируется экзотика. Экзотика. Люди с Северной Кореи говорят, что там уже побежали. Ну, в общем-то, должны бежать. Если там не арестуют, не, значит, возьмут заложники их родственников, точно все сбегут. Ну, не все, но половину точно сбегут. Как увидят, как они живут. И как живут другие нормальные люди, то, естественно, возникнет большое желание свалить из своего концлагеря. Хотя, наверное, может быть, они и так это знают. Вот поэтому, ну, вот пока это вот такая, больше политический и пиарочный эффект. Что у нас вот образовалась коалиция, что Путин не в изоляции, что у него есть, так сказать, надежная поддержка в лице Китая, Северной Кореи и Ирана. И так далее. Ну, я другого смысла не вижу. В западных СМИ писали, ну, кстати, как и после договора о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР, что Пекин очень недоволен этими всеми движениями. Ну, собственно говоря, как сейчас с северокорейскими солдатами тоже. Будет ли как-то действовать, как считаете, и как? Ну, так, повортит. Повортит, потому что Путин для них важней. Повортит где-нибудь какой-нибудь там Димашек, какой-нибудь что-нибудь там. Какие-нибудь поставки нарушатся, какие-нибудь платежи пройдут не вовремя. Ну, ничего серьезного делать не будет, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я, как говорится, не навязываю, просто высказываю ее. Потому что путинский режим для Китая кратно важнее, и недаром СИП прискакал в Казань. Но все-таки серьезный, так сказать, руководитель мирового уровня, да, сверхдержава. Китай на Брикста прискакал в Казань. Это говорит о том, что он показывает всем, мы все равно этот режим поддерживаем, мы против его поражения. Это совершенно очевидный сигнал, который надо считать с визитой СИП в Казань. Кстати, в Казань приехал и Лукашенко. И как-то так совпало, что стало известно как раз в эти дни о том, что в конце января состоятся президентские выборы в Беларуси. Почему так спешит Лукашенко с этими выборами, как считаете? В этом большом интервью, которое он давал, он также сказал о том, что в России есть политики, которые говорят о том, что, мол, России надо оккупировать Беларусь. И сказал, что фактически это означает войну. Знаете, старая проститутка, политическая проститутка Лукашенко уже лавирует не между двумя огнями, а между многими огнями. И пока это ему удается. Он, с одной стороны, и денежки прискакал куда надо, по любому свистку. Тут же заявил о том, что он идет на выборы, чтобы, так сказать, сгладить эффект Тихановской и того, что произошло в 2020 году в Беларуси, когда весь народ вздыбился, и его не избрали, а избрали вообще, так сказать, человека, который там в политике был 15, грубо говоря, дней. Вот поэтому понятно, что народ его ненавидит, 80 с лишним процентов ненавидит Лукашенко. Ему надо как-то отыгрывать эту ситуацию. Ну и вот, чтобы отыграть ситуацию, наверняка он сказал, Володя, я там надумываю щеки, скажу, что мы там независимы. Его же в интервью обратите внимание, что вот мы с Владимиром Путиным, у нас вообще нет никаких проблем, а кое-кто в России нагнетает страсть, это оказывается вообще там, я там, это чуть ли не война. Это он не обращался к кое-кому. Он не обращался к Путину. Путина сказал, что у них все замечательно, тип-топа, они вообще, так сказать, друзья до гроба. Скорей бы, как говорится, это произошло. Вот, я имею в виду до гроба. Поэтому такая вот ситуация, она понятна, что он просто постоянно, так сказать, лавирует между всеми этими огнями, чтобы сохранить себя у власти. У него другой цели уже нет. Он параноик. Впрочем, Путина тоже параноик. Они же больные на власть. Они больные на роскошь, на богатство, на страхи перед расплатой, которых ждет неминуемо. А почему-то с президентскими выборами так спешит. Чего-то опасается или тут какие-то другие? Да нет, ему хочется показать, что весь народ его любит, уважает, ценит и, так сказать, коронует, потому что те выборы были крайне скандальные. Он облажался там по полной программе. Вот он теперь хочет доказать, что все не так плохо. Ну, если так упрощать ситуацию. Там много всяких нюансов, может быть, внутренних. Я так не очень сильно глубоко в белорусской внутренней политике. Ну, думаю, что он хочет просто показать мандат народного доверия, так сказать, который будет получен под дулом автомата. В ночь на 26 октября Израиль ударил по военных объектах Ирана. Sky News сообщил о том, что Россия за несколько часов до атаки Израиля Ирану передавала разведданные. Скажите, пожалуйста, вот после этих событий, как будут выстраиваться сейчас отношения и взаимоотношения между Россией и Тегераном? Какую помощь может забросить? Смотрите, ситуация какая. В Иране серьезные колебания вверху. Там Айтала дышит на ладан, по крайней мере, так утверждают многие аналитики. И вполне возможно, что если Иран залетит на серьезные какие-то там удары и прочее, там режим рухнет. А Израиль это тоже понимает. И в Израиле прекрасно понимают, что нужно добиться смены политического режима. Такие главные цели. Израиль. Они понимают, что это даст стабильность. И поэтому они что сделали? Они там, так как американцам запретили бить, ну, по сути дела запретили, даже не запретили, но очень сильно попросили не бить по нефтяным и по ядерным объектам, чтобы не вызвать, так сказать, там ослабление позиции администрации своей, накануне финала выборов. И Израиль решил ограничиться серьезным ударом по военным объектам. Но дело не в военных объектах. Они, конечно, уничтожены. Это большой плюс Украине, поскольку там из Ирана теперь не будет поставок ни баллистических ракет, ни дронов. Они там все есть, предприятия, фабрики, объекты, склады. Все это к чертовой матери уничтожено. Тут другой вопрос. Что показала эта атака? 140 самолетов. 140 боевых самолетов на расстоянии 2200 километров, если бы там память не изменяет. Ну, может быть, до границы там чуть меньше, но до Тегерана точно. Более 2000. Вылетели 140 самолетов, расфигачили все, что хотели, все, что было предписано, все, что было положено в полетные задания. И строим, парадным строим, вернулись в Израиль. Это означает, что ни российские С-300, ни всякое их собственное ПВО, ничего не стоит против современных боевых машин. Кстати говоря, это вот пример. Западу, если бы были в Украине вовремя даны, а желательно вместе с западными пилотами Ф-16, ситуация была бы совершенно другой. Вот. И поэтому сейчас Ирану показали, Ирану показали, что если ты пойдешь на эскалацию, мы сделаем так, что режим рухнет. Или мы грохнем этого Айаталу. Возможности разведданные у нас есть. Поэтому тут была демонстрация не сколько там ответного удара, он и удар был, безусловно, сколько военно-технического преимущества. То есть Иран оказался беззащитен перед массовым авиационным налетом, о котором он заранее знал. И Израиль специально сделал утечку, чтобы, ну, как бы предупредить. Вот, собственно говоря, так оно и произошло. Поэтому это первое, что показывает. То есть показывает военно-техническое преимущество армии 21 века над армией, так сказать, 20 века. Это первое. А второе, я хотел бы обратить внимание, это очень важно для Украины. Да, понятно, что люди сейчас в Израиле говорят, что да, мы должны понимать, что мы с Украиной в одной лодке, что у нас общие враги. Это очень важно для сбежения Израиля с Украиной. Это второй аспект. Третий аспект. О чем? Чему, мне кажется, нужно было бы подумать всерьез в Киеве? Что говорят иранские военные, прочие политические специалисты? Что они вообще заявляют? Я вчера послушал на ночь, глядя одного из виднейших, мне сейчас фамилия выскочила, ну, он очень известный комментатор, военный комментатор Израиля. Он говорит по-русски. И он сказал, что для нас ведь кто главные союзники и друзья за рубежом? Иранская позиция. Мы воюем-то не с персидским народом, мы воюем с этим режимом. И мы прекрасно понимаем, что кардинальным решением проблем защиты страны и ее безопасности является смена политического режима в Иране. А если мы говорим, что идентичные ситуации в Украине и в Иране, мы не видим совершенно вот того понимания, которое есть у иранских экспертов, у израильских экспертов в отношении Ирана. То есть мы не видим позиции, я не вижу. Я не просто так это говорю. Значит, мы не видим такой же позиции политических кругов Украины в отношении своего естественного союзника российской вот этой политической эмиграции. Поэтому вот здесь вот у Израиля надо поучиться. И в том числе дипломатии, и в том числе в устранении союзических отношений, и во многом другом. То есть Израиль сейчас решает такую задачу. Они хотят полностью уничтожить террористические структуры на местах. Это Ливан, захваченный Ливан, захваченный Газа, захваченный, так сказать, в меньшей степени Хусид и Йемена, и Сирия. Часть туристических подразделений в Сирии. Ну, там сейчас ИГИН еще ожила. К тому же. Вот. Поэтому вот они это сейчас задачу решают. Они считают, что Иран не решится на, так сказать, повторные там удары, поскольку ему продемонстрировано гигантское преимущество и возможность разносить все, что угодно на территории Ирана. Ну, вот такая поучительная история для всего мира. Она очень хорошая, эта история. Потому что, еще раз подчеркиваю, главное даже не то, что они раздолбали необходимые все военные объекты, там, всякие производства, ракет, дронов и так далее, беспилотников. Они показали, что ни один самолет не был сбит хваленными системами ПВО и ПРО Ирана. А Иран, если вы помните, Аня, это Турция С-400 купила. Но Иран тоже там по С-300 стоит. Так что, вот такой поучительный урок всем диктатурам мира. Поэтому эта новость самая главная сегодня, серьезная новость. И она еще будет много комментироваться и много изучаться. И это новый боевой опыт, новая история боевых операций, которую продемонстрировал Израиль прошлой ночи. Геннадий Владимирович, благодарю вас за беседу и еще раз за то, что в любых условиях находите возможность пообщаться с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. До скорых встреч. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова